С наступающим Новым Годом вас! Какое счастье, что Земля рождает людей. Единственной целью в жизни для которых это выйти к вам в перьях, в блестках и услышать ваши аплодисменты. Сегодня сейчас пик для великой, да, великой Людмилы Гурченко. Добрый вечер, Людмила Гурченко. С наступающим Новым Годом. Спасибо. Людочка, я, конечно, понимаю, что я вам нужен как архиерею гармонию. Мне 26 лет, но я еще учусь и хочу иметь образование. Кстати, о гармонии. Пришлите мне 5000 рублей на баян. Что вам стоит? Вы же теперь миллионерша. Мне так хочется иметь такое же платье. Я очень похожа на вас. Вышлите свое или шейте. Из писем поклонников. 1957 год. Потрясающий, феноменальный успех карнавальной ночи. Молодая, очаровательная, красивая, талантливая и богатая. Это про вас. Правда? Богатая, да. Богатая. Ну, потому как я мечтала быть популярной. Вот тут, ну, какой актер не мечтает об этом, да? Вот популярности, славы, узнаваемости. Это было богатство настоящее. Но люди, не смущаясь, называют вас миллионершей. Ну, это же неадекватно. А кто об этом знает, это всегда скрывалось. Если не секрет, вот такой, простите за современный вопрос, а сколько вы заработали, снимаясь в карнавальной ночи? Я заработала чуть, ну как, да пожалуйста, 260 у меня была стипендия. Рублей. Да, и 800 рублей была зарплата. Когда была зарплата, стипендия, естественно, снималась. Снимался фильм 5 месяцев. Это все. Прописки у меня московской не было. Квартиры не было. Я жила в общежитии, была скромной студенткой. Все помнят знаменитое ваше черное платье, в котором вы были в кадре тогда. Вот сегодня праздник телевизионный, сегодня этот фильм снова в эфире. Скажите, пожалуйста, это правда, что это платье потом на мосфильме вы выкупили для себя. Я его выкупила за 800 рублей, за свою зарплату. С большими сложностями, потому что тогда невозможно это было сделать. Но это было единственное платье, которое мне пошили, как я хотела. Потому что все остальные из другой актрисы были переделаны на меня. Там другая актриса вначале снималась, но это не важно. И вот была у меня хрустальная мечта детства. Черное платье из перьев муфта. Из перьев. Ну какие, гомсомолка какие, перья, какие могут быть перья. Говорит, обойдется простым козликом. Вот такой муфточкой. Это козлик. Правда? Мой родной козлик. Это та самая муфта, в которой вы снимали? Муфточка со мной прошла все. Углы, комнаты. Все, оно ведь пожелтело уже. О, это из другого фильма. Это из другого фильма. Это случайно. Знаете, мне с детства называли старая Барагина Ватти. Потому что у меня если шкаф откроешь, вот так откроешь, что-то забывали. Все сразу. Перья, блески, муфточки, шляпы. Ну что делать? Я всегда, я мечтала. Вы потом ходили с ней просто на работу, по городу? Она у меня больше никогда не пригодилась. Потому что просто так выйти на улицу, вот так, невозможно. Ну как память так осталась. Я ее отыскала сегодня. Вот возвращаясь к тому черному платью. Вы в том, в этом самом платье были на приеме у Фурцевой. Ой, это очень не понравилось по-моему у Фурцевой. Вы очаровательно выглядели. Она просто ревновала у вас как соперницу? Ну как, я не знаю как. Я первый раз была в Кремле. Первый раз я как появилась, так, знаете, все, это у меня три юбки. Появилось все, кончился весь бал, кончился весь прием. Все смотрели на меня. Все замерло. Все замерло. Честно, я думаю, боже мой, какая я прекрасная. Вот правильно, папа мечтал, я зайду и все ахнули. Так и ахнули. Больше я там не была. Мы больше не приглашали. Поняла, что не стоит приходить? Я еще тогда не совсем поняла. Но интуиция, которая всегда где-то была главной, так сказать, моим движущей моей жизни, жизни силой, или там, я не знаю, качеством, она мне подсказала, не надо, не надо доходить. А что за история с иностранкой-старушкой, которая мерила руками вашу талию? Вы знаете... И потом это было в прессе и на Западе даже. Я поняла, почему бы просили принести хотя бы что-нибудь напоминающее талию. Да, да, да. Да, она... Только что мы видели его в кадре, кстати. Это тот самый поясок, который был на том самом черном платье, правда? Нет, это немножко другой, но он такой поясок. Можно? Он даже на голову не нарезает. Можно, 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 можно. Да, это уже совсем такое. В этом вы снимались в «Карнавале ночи», да? Нет, не в этом, но это такой мой... Того же времени. Того же времени, просто обыкновенного платья. Скажите, как можно в это поверить? Вот сейчас канон красоты 90-60 на 90. Ну, сейчас другой канон. Вот здесь я знаю, здесь 45. 45-46, я не знаю уже. Но вот это я отыскала, потому что вы мне сказали, что напоминает? Принесите, не стесняясь. И, Бог, я пережала все неловко, стесняюсь. Сейчас это возможно, Надя? Это сейчас только на шее. Вот и все. Но, нет, но это близко. Но если сдавить так сильно, то... Это близко. Но если сдавить двух человек так, с двух сторон, то можно, можно, можно достичь. Можно. А что делать? Как вам этот вопрос, который вам все задают? Но я просто не в состоянии его обойти. Как вам это удается? Как мне удается? Ну, я думаю, что это, прежде всего, природа. У меня папа был 75 лет. Когда ему давали 55, он говорил моей маме, у него глаз недобрый. А что же ты хочешь, Марк, в 75 минут? А 54. У него были легкие ноги, легкая походка, замечательные, так сказать, зубы, ни одного кариуса. Ну, такой человек от природы, ну, артистичный. Вот я, знаете, могу сколько угодно есть. И ничего не происходит? Ну, так могу. Вернемся к этой истории потрясающей, феноменальный успех. И вот, после фестиваля, 58-й год, журнал «Экран» до сих пор в редакции, тогда советский «Экран» до сих пор в редакции хранят эти копии. И спасибо большой редакции за то, что нам дали вот эту книгу. Я прочитаю, можно? Читайте, я ничего уже не боюсь, пожалуйста. Но позволительно спросить молодую киноактрису Эл Гурченко. Талант, только что вылупившийся из институтского яйца. Откуда у нее на заре туманной юности появилась столь рано определившаяся склонность к барышничеству? Впрочем, сейчас это называется левыми концертами. Откуда у нее всем и всецело обязаны советскому обществу и государству Такое наплевательское отношение к общепринятым в нашей стране принципам поведения и государственной дисциплины. Да, я не знала, что такое левый и правый. За левый платили 300 рублей, а за правый 4,50. За угол платить надо, чулки покупать надо. Я у пианистки чулки брала, чтобы она повернула пианистки. Когда все это пошло в прессе, что с вами происходило? Что со мной? Ну, я вам сказала, от меня отвернулись все, почти все. Я вообще не понимала. Собственно, оттуда и появилось чувство страха, чувство одиночества, чувство незащищенности. Потому что я приехала в 17 лет все-таки, в 17 лет, в огромную Москву. Появилась эта ужасная, а может и правильная момент. Не проси, как у Булгакова, не проси. Минуя нас больше всех печалей и гнев, и барская любовь, да, не помню. Не важно. Вот отсюда появился этот вечный комок страха. И даже тогда, когда уже стройки, перестройки, надстройки, подстройки, да все что угодно, пришли, я не изменилась, понимаете. У меня этот момент, я думаю, а вдруг это завтра опять на 100, ведь большая часть жизни прожита там. После этого был огромный период, не было съемок, не было спектакля, не было ничего. У вас были друзья, которые вас не бросили? Мало. Все-таки я в Харькове заквасилась, понимаете. И они приезжали ко мне, приезжали ко мне, поддерживали и уезжали, потому что там жизнь их продолжалась. А в Москве уже я очень сложно заводить было друзей, я уже всех боялась и почти никому не доверяла. Хотя вроде с открытым сердцем все, но в какой-то момент какой-то косой глаз, какая-то реплика, шпилька. И вдруг я... А как же вы жили в Москве, если даже прописки не было? Ну нет, меня приписали. Как? Меня приписали домработницей. Что? Да, вот в этой популярности, в этом самом зените мне дали направление на Мосфильм, но Мосфильм не брал без прописки. А прописку без работы не давали. Меня прописали в домработницу на 9 месяцев, и в этот момент я вскочила на Мосфильм. Все. Людмила Гурченко, домработница в Москве. Да, да. Боже мой, сколько нового мы сегодня, возможно, еще узнаем. А пока для тех, старшее поколение может назвать меня идиотом, но для тех, кто недавно начал смотреть кино и телевидение, для молодых, кое-что о Людмиле Гурченко. Людмила Гурченко. Народная артистка СССР. Родилась в Харькове. В 17 лет приехала в Москву. Первый бурный успех пришел к студентке ВГИКа с фильмом «Карнавальная ночь» в 56-м году. И потом маска веселой музыкальной девочки еще долго тиранила актрису. Лишь в 73-м ролью в фильме «Старые стены» она сумела разрушить стереотипы и доказать, что первый успех не был случайным. Снялась почти в 90 фильмах. Среди них «Пять вечеров», «Вокзал для двоих», «Послушайте Феллины». Награждена Орденом Трудового Красного Знамени. В прошлом году получила главную премию зрителей «Золотой билет». Работает и на сцене, в Театре Антона Чехова. Выступает с концертами. Замужем. Всегда дорожит своим «я». Легко распознает лжецов и предателей. Трудно сходится с теми, кто неискренен. Или вообще не сходится. Любит вареники с картошкой и пирожки с мясом. Жизненное кредо – светить всегда, светить везде. Дмила Марковна, ваша судьба, я считаю, была решена еще в детстве. Вспомните, как чаще всего вас называл отец? Клюкука, богинька. Актриса. Вы, актрису, будете в обязательном порядке. Вырастить, ее весь мир будет знать. А женихи все окна повыбиваете. Но женихов у меня было долго. А кроме шуток, действительно, то, как относился отец к вам, определило во многом судьбу? То есть, я думаю, что именно это и определило. Он как-то умел, здорово умел поддержать, оформить и поднять. И нахально выбросить меня в огонь. Давай, в жаре, как следует быть. Что будет, то и будет. Понимаете? И у меня это с детства, это не боязнь чего-то. Я бросаюсь в холодное, в горячее. А-а-а. А там посмотрим. Импровизация, то ли импровизация, то ли... Вот я знаю, что должна быть высокая-высокая пик ноты в этой роли. Я чувствую пик. Но стыдно, неловко, потому что рядом партнеры. И вдруг... А-а-а! И все в порядке. Я вскочила. Вот через стыд переступила, через неловкость эту, понимаете? Это он меня научил. Отец ушел, вы с ним общаетесь? Я... Что как? Вчера были вот... Были на кладбище. Были в церкви. Я не религиозный так, чтобы, знаете, вдруг... Ну, всегда это мне... Как-то хор, во, запах. Вообще это роскошество, убранство русской церкви. Это у меня все почему-то действовало всегда. Но не почему-то действовало. Поставили свечи. Чудотворцы. А когда он подарил вам то вот зеркальце, которое вы до сих пор храните, вот которое я просил вас принести? Да, я принесла. Что за момент был? Это был момент, когда он приехал с фронтом. Голод. Стены обклеены газетами. Ну, даже передать... Одеть? Не то, что одеть. Я ходила все... Лысая такая, стриженная под машинку такими кругами. Большой лоб, большие уши, маленькие глаза. И влыбочка. Влыбочка такая. Улыбаясь, дочурка, влыбаясь. Я все время улыбалась всю жизнь. И это в голоде, в этом во всем приезжает папа. Мне дарит блестящее платье в 10 лет, которое бы тут же отправилась на рынок. В сентябре месяце. В сентябре, в сентябре. Холод в блестящем платье. Себя показать? Себя показать, не знаю. Мне кажется, что я такая красавица. Шла... На меня все смотрели на таких каблуках. Маме лису. И вот это белый телефон. Алло. Елена Александровна, с вами говорите. Ваш любимый... Он был уверен. Любимый муж-отец. Не то, что любящий. Любимый муж-отец. Маргарин говорит. Как поживаете? Хорошо слышите меня? Какой белый телефон? Как-то, понимаете? И мне вот это зеркало. С ангелочком. Мне рассказал. Ангелочек, бабочка. И я смотрелась. Думаю, здесь есть ли зеркальце? Сейчас повторюсь. Скажи. Понимаете, он, эта вещь была таким диссонансом в той обстановке, в которой мы жили. А я хотела всю жизнь... Девчонка вцепилась в это зеркальце, как в самое дорогое в жизни, да? Андрей, я только вам могу сказать. И даже не знаю. Сегодня уже все терять нечего. Нечего. Цепей нет. Перестройка началась. Свобода. Закончилась уже. Ну, вы поняли. Заканчивается. Я могу вам сказать, что я мечтала быть королевой, царицей. Или петь в ресторане. Понимаете? Почему в ресторане? Во-первых, я с этого начинала. Потому что папа играет, там, это пивная, там, где-то что-то. Все это. Мне очень хотелось людей, которые кушают, чавкают, которые там режут, выпивают, остановить, чтобы они обратили внимание на сцену. Понимаете? Вот как это мне сделать так, чтобы заставить? Вот, пожалуй, это... Не знаю, мне очень нравится. У вас было выражение, которое меня... Да. Оно запомнилось. Всему лучшему в себе я обязана отцу и войне. Да. Войне. Войне. Потому что после войны, после тех ужасов... Ну, сейчас я понимаю, что люди смотрят, молодые люди думают, ах, война... А-а-а... Ребенок, и надо об этом, наверное, думать как-то, я не знаю. Ребенок, который заквашен в войне, ему потом в жизни ничего не страшно. При мне падали здания, рушились. При мне вешали людей. При мне, я не знаю, я не знаю, трупы, по трупам могли ходить. То есть, я прожила такие стрессовые ситуации в детстве, что потом очень многое мне не страшно. Очень многое. Вы как-то о себе еще сказали, что вы, подобно орлу, летаете в одиночестве. Вы не любите компаний. И в отличие от воробьев, которые живут стаями, вы одиноко парящий орел. Вы знаете, вот киностая вас до сих пор не приняла? Да я сама в нее не вхожу. Это беда или вина? Видите ли, у нас уже был такой момент. Мы уже начали ведь этот момент с вами. От чего и что и почему. Понимаете, мне нужно всегда принимать собственное решение. Я подчиняюсь с удовольствием диктату очень талантливого человека. Талантливый, все. Для меня талантливый человек, мощь, талант. Я подчиняюсь, я принимаю ту форму, которую он хочет. Как глина. Кто-то об актерах сказал, что главное в актере умение принадлежать. Вы умеете принадлежать. Я умею, но это редко получается. Редко, когда я встречаю режиссера, я просто счастлива. Но когда я попадаю и я чувствую, что мы не сходимся, а у меня там уже, видите ли, можно или становиться тем персонажем, или играть. Я стараюсь становиться этим персонажем. Не стараюсь вообще, пока я не добьюсь именно этого, когда во мне меняется группа крови, давление, сердцебиение. Я смотрю, что я уже другой человек. Так я не я. И уже со мной ничего нельзя сделать, потому что меня кто-то выносит на совсем другие интонации, костюм, поведение. Понимаете? Совершенно другой человек. Поэтому я не могу подчиняться человеку, который не может понять, что со мной происходит. Поэтому лучше делать самой тогда. Да, безусловно. Вот эти два диска. Вот за год практически, ну чуть больше, да, вышло. Это в этом году, это чуть-чуть с хвостиком, чуть-чуть с хвостиком прошлого года. Вот меня интригует название второго «Что знает о любви любовь». Людмила Горченко с такой потрясающей историей, с такой долгой историей любви, которая началась с карнавальной ночи и не закончится никак. И дай Бог, чтобы это длилось долго. Ваш жизненный опыт. Как вы можете поделиться им или как-то сформулировать вот ту загадку, которую вот здесь вы повесили? Я думаю, что это замечательные стихи Евтушенко. Замечательные стихи, что знает о любви. В ней скрыт всегда испуг. Тут лучше не скажешь ничего. Страх чувствует в себе любовь, если он полюбил вдруг. Вот этот вечный страх найти не то, встретить не то, ошибиться. Вечный страх, потому что, естественно, он был рожден очень скоро. Очень скоро. Вечный страх – это желание… Вообще, что такое мужчина? Я думаю так часто. Что такое мужчина? Мужчина – это тот человек, с которым женщина рядом, вдруг становится мягкой, нежной, вольготной, чуть барыней. Барыней? Понимаете? Чуть барыней. Не то, что такое… Здравствуйте. Здравствуйте. Я не могу сейчас показать, но… Меня удивляют и радуют те люди, мужчины. Вы знаете, мне просили сказать что-то о Филиппе Киркорове. Вот недавно там какой-то… Ну, я была в больнице. Я подумала, он настоящий мужчина. Потому что я вижу совершенно другую рядом женщину. С ним не ту, которая талантливая, мощная, темпераментная, так сказать, заставляющая. А, мягкая. Милая, мягкая. Признайтесь. Да. Вы ведь не один раз любили в жизни сильно. В жизни столько раз любили, сколько раз в жизни… Столько жизни, сколько раз любили в жизни. У вас было много жизней. Каждый раз это все равно… Вы больше любите само чувство или человека, которому его испытываете? Скажите честно. Вы знаете, как вам сказать? Я должна восхищаться человеком, который рядом. Как только я перестаю им восхищаться или понимаю какой-то план, второй план его жизни… Ведь поймите, что влюбиться в популярного человека, в женщину, которая известна – это одно. А влюбиться в женщину, которая неизвестна – это другое. И потому всегда думаешь, а где эта грань? Просто любить меня или просто любить меня, потому что это вокруг… Ну холодок-то есть всегда. Это понятно. В этом случае. Ну знаете, я должна сказать, что так случилось, что я в жизни должна обязательно иметь рядом защиту. Человека, на которого я опираюсь, который я хочу, чтобы был лучше, тоньше, талантливее. Я очень много отдаю, честно говоря. Я больше, наверное, отдаю, чем иногда получаю. Но такой человек сейчас есть? Да. Да. Мне очень спокойно. Я вас поздравляю с тем, что у вас есть такой человек, с тем, что у вас есть любовь. Дай вам Бог, чтобы это было долго. И с наступающим Новым годом. Пусть он будет лучше, чем старый. Спасибо вам. Все так все. Ой, я же хотела сказать про больницу. Что я в ночь живу. Субтитры подогнал «Симон»